Во мне есть больше от Бога Во мне есть больше Как его проявлять Раньше я думал Что все что в нас Мы в курсе что там Через время Я обнаружил Что общаясь со многими людьми В них было чего-то больше И они об этом даже и не подозревали Поэтому многие люди говорят Я в жизни свою жил И исполнил полное предназначение На самом деле что они имеют ввиду Я исполнил то Что мне было к тому времени Известно Но какое же будет удивление Для многих из них Когда потом обнаружат Что оказывается Кроме того что они уже знали Было в два раза больше То что они Не знали Поэтому я говорю что Во мне есть больше от Бога Чем я знаю Но как это проявлять Первые книги царства Девятая глава с первого стиха Библия говорит Был некто Из сынов Вениамина Имя его Кис Он был сын Авила Сына Церона Сына Вебехорафа Сына Афия Сына некого Венамитянина Человек знатный Когда говорится Человек знатный В оригинале пишется Человек этот был сильный И говорится во втором стихе Вот этот человек У него был сын Имя его Саул И он был Как тут написано Не было никого Из израильтян Красивее его Он от плеч своих Был выше всех Всего народа Когда Бог Выбирает кого-то Бог всегда ищет Человек Который Отличается В хорошем Плохие Качества От дьявола И Бог Никогда не может Использовать Дьявольские Качества Как основа Для его Служения Вот почему Когда Бог Приходит в свою жизнь Одно из вещей Что он делает Он начинает Разрушать Любые Дьявольские Качества А если он не отказывается Разрушаться Долго Он заменит Тебя Кем-то Другим Через время Третий стих И написано И пропали Ослицы Укису Отца Саулова И сказал Саулу Сину своему Возьми с собой Одного из слуг И встань Пойди Поищи Ослиц Это семья Не Не пролетариатская Понимаете У них есть свои слуги То есть Саул Он У него в семье Он живет в семье Высокопоставлено Ослицы Потерялись Задача у Саула Надо Найти Ослиц И они встали В четвертом стихе Пошли Прошел Гор Ефромово И прошел Землю Шалишу Но не нашли И прошли Землю Шалим И там их нет И прошел Землю Вениаминов Пятый стих Когда они пришли На землю В землю ЦУФ Саул сказал Слуги своему Который был с ним Пойдем назад Чтобы Отец мой Оставил Ослиц Не стал Беспокоиться О нас И получается Саул Решил Вернуться Домой И вот И пишется Сразу В следующем стихе Когда он Решил Вернуться Домой Но Слуга Саула Сказала ему Вот В этом городе Есть человек Божий Они дошли До города Где живет Самуил В поиске Ослиц Говорит Он уважаемый Все что он Не скажет Сбывается Сходим Теперь туда Может быть Он укажет Нам путь Наш По которым Нам идти Седьмой стих Говорит Слуги А вот Мы пойдем И что мы Принесем Тому человеку Ибо хлеба Не стало В сумках Наших И подарка Нет Чтобы поднести Человек Божий Что у нас А перв Слуга Сауле Говорит Вот в руке Моей Четверть Секла Серебра Я отдам Человек Божий И он Укажет Нам путь Наш Девятое Написано Прежде У Израиля Когда кто-нибудь Шел Вопрошать Бога Говорили Так Пойдем К прозорливцу Ибо Тот Кого Называет Нине Пророк Кому Прежде Назывался Прозорливец И сказал Саул Слуги Своему Хорошо Ты говоришь Пойдем И пошли В город Где человек Божий Вот они Пришли В город Искать Ослиц Что на уме У Саула Ослиц Какая у него Задача жизни Ослиц Какое у него Предназначение По его мнению Ослиц Ради чего Он преодолел Такую дорогу Ослиц И что интересно Он Они доходят До ворота Не будем считать Дальше Чтобы Города И из ворота Выходит Самуил Прозорливец Пророк И Саул Не зная Подходит Самуил Говорит Пожалуйста Расскажите нам Где дом Прозорливца А Самуил Я пришел Я пришел Нужды Папа Папа Если он Принесет Принесет Приведет Эти Ослицы Папа Будет Доволен И он Хочет Видеть Радость У отца Когда он Принесет Ослицы А он Первый Царь Израиля Вы знаете Что к любому Делю Как только Мы привыкаем А привыкаем За неделю За две Как только Мы привыкли Оно Перестает Нас уже Радовать Так как Хотелось бы И сразу Ищем Другое Заметите Единственное Что принесет Глубокое Внутреннее Доволство Чувство Я достиг Это Божие Предназначение О тебе Самуил знает Кем будет Саул Он знает К чему Он призван А Саул Занят Аслами Почему Самуил Знал А потому Что Самуил Дано ему Задание Проявить Царя Который Внутри Саула Поэтому Он знает Нет Есть Стратегические Люди В жизни Которые Я заметил В жизни Повлияли На меня Положительно Чтобы Я обнаружил Все призвания Которые Во мне Эти люди Каким бы Большим Я не стал Каким бы Влиятельным Я не стал Каким Известным Я не стал Они До конца Моих дней Останутся Моими Героями Не Пренебрегай Людми Через Которых Ты Поднялся В момент Когда Ты отрежешь Себя От них Потихонько Твоя Река Начинает Засыхать Мне нравится Как написано Первое Царство Двятия Главы Девятнадцатый Стих И отвечал Самуил Саулу И сказал Я прозорливец Иди Впереди Меня На высоту И Вы Будете Обедать Со мною Сегодня И отпущу Тебя Утром И все Что у тебя На сердце Скажу Тебе И об Ослицах Которые У тебя Пропали Уже Три дня Не заботятся Потому что Это то о чем Он заботится Они Нашлись А Самуил Это Знал Поэтому Когда Саул Говорит Я расскажу Тебе Все Что у тебя На сердце Наверное Саул Подумал Он мне Расскажет Где Ослицы Мы их Найдем И Следующая Фраза Ослицы Не думай Больше Они Уже Их Нашли А как Если Их Нашли То О чем Еще Мне Говорит Оказывается Кое Что В Сауле Есть Богом Вложено А Саул Об этом И не знает 21 стих Двядя Глава Первого Царства Написано И отвечал Саул И сказал Несин ли Авень Амин Одного Из меньших Колен Израилевых И племя Мое Не малейшее Ли Между всеми Племенами Колено Авень Амин К чему Ты Говоришь Мне Это Он Протестует 22 стих Он Не согласен Он Не хочет И взял Саму Саула И слугу Его Он Даже Не обращает На него Внимание Берете его И говорит Пошли Со мною Хватит Разговаривать Когда Человек Одержим Поиском Своих Ослиц Он Странно Выглядит И он Становится Логкой Добычей Дьявола Ты Защищен Когда Ты Идешь К Божьему Когда Ты Отходишь От Божьего Защита Твоя Не Стала И В твою Жизнь Придет Такое Духовное Давление Такие Атаки Которые Ты Вроде Бы Давно Победила Победил А потому Что Ты Отвернулся От Божьего Номер Один Как Проявлять В нас Божьего Первое Самое первое Как Бог Проявляет В нас Это Божьего Чем Ослиц Это Слова Тире Информация Ничто Не Разбудит Не Поднимает Не Даст Просыпаться В Человеке Много Этого Божьего Чем Слова И Информация Притом Бывает Слова Информация Разная Первое Царство Девятая Глава Двадцатый Стих Сам Разговаривает Саулом И говорит Абослица Которые У тебя Пропали Уже Три Дня Не Заборься Они Нашлись А кому Все Вожделения В Израиле А Сам Саул Протестует Нет В 21 Стихе Нет Я Не могу Я не Подхожу Я Вот Унаш Миллион Разговор Сам Их Игнорирует Главное Он Ему Гав 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 Да оно Непонятно Оно Не Совпадает Я Не Хочу Я Вообще Но Уже Слово Передано И оно Нашло Место Осело Внутри Сам Сам Ил Передает Саулю Откровение От Бога Скажите Со мной Откровение Божье Откровение Всегда Когда Приходит Откровение От Бога Оно Кое Что В нас Поднимает Понимаете Оно Будет Спешив Кого Внутри Нас Откровение От Бога Важнее Когда Начинаем Слушать Откровение От Слова Божьей Дело Ослиц Становится Настолько Далек Настолько Неваж Мы Не Говорим Что Они Не Нужны Они Нужны Но В Этот Момент Они Становятся Настолько Второстепенны Потому Что Так И Будет Ослицы Нужны Но Главное Как Только Открывается Это В Тебе Эти Ослицы Становятся Спомогательными В Твоей Жизни И Вот Притом Написано Здесь Сауил Рассказывает Сауил Первая В виде Информации Которая Приходит Это То Что Мы Видим Самуил Открывает Слово Божие Сауил Не Пропускай Служения Слушай Проповед Бога Слушай Откровение Слова Божьего Потому Что Иногда У нас С вами Есть Такой Барьер Внутри Что Нужна Не Одна Проповедь И Нужна Не Две И Не Три А Нужно Много Раз Чтобы Все Что Протоптано В Тебе Полностью Проснулся Неемия Первая Глава Второй По Четвертый Стих Неемия Занят У него Работа У Царя Он Вино Черпит Для Царя И Говорится Неемия Первая Глава Второго Стиха По Четверти Что Однажды К нему Пришли Его Братья Из Иерусалима Вот Ханани Один из Братьев Моих И Несколько Человек Из И Он Спрашивал Расскажите Мне О Состоянии Иерусалима Они Ему Рассказали Во Втором Стихе Они Сказали Оставщицы Которые остались От пленда Находят Там В стране Своей В великом Бедстве Его Уничижение И стена Иерусалима Разрушена И ворота Его Сожжение Огнем Это Сто процент То что Бог Вложил В Неемия Он Об этом Не знал Когда Они Сказали Это В нем Проснулось То Чего До Этого Не было И Вдруг Ему Дают Какую-то Информацию Просто Информацию Поднимает В нем Такое Что Взрослый Мужчина Работающий В кабинете Президента Расплакался И Неемия В нем Просыпается Он Плачет Но Замерите Он не позволил Эмоции Свои Поглотить Его Потому что Можно Плакать А плач Нужен Был Для начала Чтобы Отсоединяться От царского Положения Но если Будешь Плакать Во веки Вместо Того Чтобы Пойти На Новый Уровень Плач Тебя Вернет Назад Далеко Потом Догонять Годи Я знаю Много Людей Которые Вошли В плач Состояние Жертв Понимаете И Вместо Того Чтобы Продвигаться На Новый Уровень Они Отпали На Много Лет А плач Надо было На 5 Секунд Чтобы Толк Начать К Богу А когда К Богу Он Подчанет Тебя Выше Во время Эмоционального Сотрясения Есть два Выбора Или Наверх Или Вниз Выбирай Верх И когда Неемья Услышал В нем Проснулся То что Он не Подозревал Что есть И когда Он Проснулся Он Поменял Профессию Он Стал Градостроителем Иерусалима Вместо Виночерпием Царя Проснулся В нем То что Было Да Просыпается В тебе Градостроители Да Просыпается В тебе То что Бог Имеет Для тебя Некоторые Люди В них Ничего Не просыпается Просто У них Голодание Вопрос Информации Нет Информации Тем Больше Информации В твоей Жизни Чем Шире Откроется Возможности Нелегусь Нез Учиться Читать Развиваться Это надо Первое Царство Девятие Глава Девятнадцатого Стиха Библия Говорит Так И отвечал Самуил Саулю И сказал Я прозор Львец Иди Переди Меня На высоту И вы будете Обедать Со мной Сегодня Это общение Двадцать четыре И взял Повар Плечо Что было При нем И положил Перед Саулом И сказал Самуил Вот это Оставлено Положи Перед Собой И ешь Ибо Ко всему Времени Сбережено Это Для тебя Когда я Созвал народ И обедал Саул С Самуилом Тот день Они общаются За обедом Номер два Общение идет Двадцать пять И сошли они С высоты Гори И Самуил Разговаривал С Саулом На кровле Они сидят На крыше И разговаривают Все время И ночь Там Самуил Положил Постель Чтобы Саул Там спал А утром Встал Они так И когда Взошла Заря Саму Возвал К Саулю И сказал Пройди сюда Встань Провожу Тебе Общение Замерите Общение Подтягивающее Тебя Такого Уровна Движения В Израиле Нет Кроме Как У Самуила Саул Будет Номер два Влияющий На всю Страну Для того Чтобы ему Было Комфортно На таком Уровне Ему Нужно Было Время Проводить С людьми Которые На таком Уровне Кто-нибудь Меня Понимает Многие Из нас Почему Мы не Входим В свое Большое Уже Нашли Его Но оно Так Нас Пугает Оно Так От нас Далеко Потому Что Мы Не Общались С людьми Которые Бы Подточили Наше Мышление И Наших Взглядов Второе Передается Опыт Мудрых Людей Нам Нужен Опыт Который Передается А когда Мы не Общаемся С такими Людьми У нас Опыта Нет Три Поднимается Самооценка О нас Потому Что Мы Начнем Знать Много Чего Что Другие Люди Не Знают Третье Передается Помазание Иногда Не проповедь Приносит Помазание Просто Общаться С человеком На ком Есть Помазание Оно Передается Не от возлежения Рук А просто Я с ним Общаюсь Точка Четвертое Дает Саул Привыкать К высоте Чтобы он Не привел Страну На уровень Пролетариарской Ему Нужен Сразу Высокий Уровень Общаться С Самуилом Чтобы Когда он Станет Царем Не превратил Страну В какой-то Шабаш Такое Общение Необходимо Скажите Со мной Амин Притом Не обязательно Общаться Живьем Если нет Таких Людей Читай Их Книги Слушай Их Речи Оно Поможет Тебе Номер Три Как Поднять То Что Внутри Первое Царство Десяти Глава Первый Стих И Самуил Зал Сосур Селеем И Помазал Его Царствовать Самуил Говорит Вот Доказательство Знамение Что ты Помазан Ты Пройдешь Первое Что было Ты Встретишь Людей Там Написано Встретишь Двух Человека Возле Гроба Рахили На Та 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 И эти Люди Тебе Скажут Нашлись Ослиц Они Потом Тебе Предложат Хлеба И тому Подум Ага А потом Поднимешься На гору А там Встретишь Сыны Пророков Сонму Пророков Группа Пророков И они Будут Пророчествовать И когда Ты Пойдешь Туда На тебя Сойдет Дух Святой И ты Начнешь Пророчество С ними Ты понял Понял Заранее И вот Он Говорит Первое Ты увидишь Люди Они тебе Это Скажут Это Называется Сверхъестественное Съестественное Встречаются Помазание Всегда Сделать Чтобы Естественное И сверхъестественное Начали Вместе Работать Помазание Выводит Тебя Из Свери Логики Ты Не Самый Мощный Силник Когда Ты В логике Только Помазание Требует Жить За Границей Логики Но Логика Нужна Чтобы Люди Тебе Понимали И надо Найти Метод Как Эти Два Вместе Чтобы Они Работали Надо Уметь Приключаться А Нужно Помазание Духа Святого Он Дает Тебе Сверхъестественное Явление Второй С другими Помазанными Когда Ты Бывай С другими Помазанниками Общайся С ними Когда На Саул Сошел Дух Святой Когда Он Один Был Или Не Один Когда Он Не Один Он Слышал Слово От Бога Да Он Он Уже Знает Но Помазание Дух Святой Сошел На Него Когда Он Пришел В Сообщество Других Помазанных Пророков Потому что Эти люди Носят Собою Определенную Атмосферу Люби Общение С другими Помазанниками Оно Дает То Что В тебе Просыпаться И вот Заканчивая Все Написано Там Когда Все Разбудятся С тобой Это Десятья Глава Ты Сделаешься Иним Человеком А в Девятом Стихе Десятья Главы Первое Царство Там Написано По-другому Как Скоро Саул Обратился Чтобы Ити От Самуила Бог Дал Ему Иное Сердце Почему Саул Не так Парился Много Чтобы Переделать Саула Потому что Он знал Что Бог Даст ему Иное Сердце Скажи Иное Сердце Это Означает Новые Ожидания Новые Масштабы И Саул Смотрит Боже мой А почему Раньше я думал Это же Чепуха Вот это А раньше я думал Это не важно Сердце Новое Взгляд Новое Но смотрите В этом случае Бог сверхъестественно Дал новое сердце А бывают случаи Где нам нужно работать Поэтому Кремль 12 глава 2 Сын написано Не сообразуйтесь Веком всем Но преобразуйтесь Обновлением Ума вашего Вывод Работай Над своим Сердцем Чтобы оно Стало Иним Другим Иначе Будешь мучиться Там Где ты должен Был Наслаждаться Номер 5 Найди Окружение Соответствующее Бог сказал Когда ты это все Увидишь Делай Что может Рука твоя И Бог Господь с тобой Делай Скажи Делай Скажи Не будь пассивным А делай После этого Библия говорит Все Разошлись Свои Дома Все Абсолютно Это первое Царство 10 25 27 Разошлись По своим Домам Но Саул Уже пошел Домой Не один Какие люди Пошли Саулом Храбрее Скажите Храбрее Помазание Призвание Притягивает Людей Если к тебе Постоянно Притягиваются Плохие люди Тебе нужно Поменять Кое-что В твоем Сердце Если к тебе Притягивают Людей Которые Привязываются К тебе Надо Кое-что Поменять В твоем Сердце Мы знаем Что в твоем Сердце Исходя Из того Кого Ты Прилеплаешь К тебе Кто Прилеплается К тебе Мы с вами Призваны К чему-то Большего Вечного Привывающего Жизнеменяющего Для других Людей Это Наше Предназначение Это То К чему Мы Призваны Это То Кто Мы А сейчас Смотри Ты что Сделал Со мной Господь Смотри Я люблю Иисуса Я Смотри Это Чуды На протяжении Пяти лет Из-за Четырех Грыж Спине Она Не могла Наклоняться И Сгибаться А сейчас Боль Полностью Ушла Со Спины Она Может Наклоняться У вас Была Грижа В спине Так Четыре Даже Четыре Гриж Так Четыре Из-за Этого Не могли Что Ничего Ни Наклоняться 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 Субтитры создавал DimaTorzok